Всем привет! Сегодня у нас будет история подписчицы. Сейчас я зачитаю ее запрос, вопрос и там комментарии свои. Она тоже ждет от вас советов на эту тему. Так что давайте. Смотрела много ваших видео, решила написать вам в надежде, что вы можете помочь разобраться в ситуации. Мне 29 лет. Я живу в Германии. Около года назад познакомилась с мужчиной-турком. Не планировала. Получилось совершенно случайно. Он тоже живет здесь, в этом же городе. Ему 31 год. Учился в университете. Работает самостоятельно. Вроде серьезный мужчина. И так начали общаться. Просто как друзья. С его стороны начали поступать предложения о встрече. Посидеть в кафе, сходить в кальяну или просто прогуляться. Я отказалась, понимая, что окружающие будут осуждать русское, турок. Вы же понимаете, как к этому относятся. Честно, не понимаю. С города, в котором я родилась из Новосибирск, у нас нет предупреждений к русское, турок. Ну, как бы я вообще в этом не росла, не впитывала. Но я знаю, что есть проблемы с вот этим оценкой и поведением. Это уже ближе у нас к Европе, это Москва. И там всякие... У нас просто не было особо приезжих каких-то на работу турок и так далее. Мы с этим вообще не сталкивались. Это Сибирь, это далеко от центра России. И знаю, что в Украине и в Беларуси с этим вопросом как-то больше сталкиваются. Именно с местности, откуда я родилась родом. У нас этих вопросов, честно говоря, и пренебрежения какого-то к этому никогда не было. Может быть, сейчас уже появились. Я не в курсе. Я уже давно там не живу. В итоге я согласилась. Мы общались, все было нормально. Он начал вести себя не как друг. Меня угнетала ситуация. У нас разная национальность, религия, менталитет. Так, я буду останавливаться. Я здесь остановлюсь. Почему? Вас угнетала ситуация, но вы продолжали общаться. Это немножко такие странные намеки, да, потому что мне не нравится. Я через боль, через преодоление продолжаю общаться. Но, по сути, если вам бы это не нравилось, вы должны были по-нормальному прекратить это общение, потому что оно вам не доставляет удовольствия. Мой отец его никогда, наверное, бы и не принял, да и его родители меня, наверное, тоже. Я пыталась избегать встречи с ним, придумывала отговорки и встречаться. Но все-таки встречаться он не предлагал. Многоточие. Позже появились намеки на секс, типа, а почему бы и нет, общаемся достаточно, зачем друг друга, знаем друг друга хорошо, нам вместе хорошо, уважаем друг друга. А что еще нужно? Я не была готова к такому, на вопросы, кто я для тебя, как ты меня воспринимаешь. Он толком ничего не ответил. Только ничего плохого я о тебе не думаю отвечал, ты мне нравишься. Показывал фотографии своих родителей и родственников в интернете, приглашал полететь с ним вместе в отпуск в Турцию. Все спрашивал о том, умею ли я готовить, как отношусь к детям, как поступлю в будущем, если вдруг муж заболеет с ее серьезным заболеванием, буду ли ухаживать за ним или брошу на произвол судьбы. Время шло, он уже настойчивее себя вел. Я несколько раз спрашивала его о семейном статусе, говорил, что не женат. Но у меня было какое-то недоверие. Говорю, в таком возрасте, да и тем более 31 год, в некоторых семьях уже родители все-таки насильно там у вас детей женят. Он сказал, что не знает, как мне доказать, что он не женат. И не знает, в каком документе это написано. И написана ли вообще прямая ложь в турецком кемлике, в паспорте все написано. Но потом он начал прикалываться, что, конечно же, он женат. Летом он приглашал на свидание совсем поздним вечером, типа работает до 11 вечера. Потом отшучивался. Да, пока жену спать уложил, ха-ха-ха и тому подобное. После подобных шуток я начала отдаляться от него, сказав, что ничего не хочу иметь общего с каким-то либо женатым мужчиной. Сократила встреча до минимума. Он смеялся, мол, ай, да что с тебя взят, я женат. А потом начал смеяться, мол, ой, да с чего ты взяла, что я женат? И вот начался карантин. Встречи сошли на нет, писать стало реже. Я первое тоже не пишу. А тут нашла его в интернете, решила добавить в друзья. Он написал смс. Ты отправила мне запрос? А что, если я женат или жена это увидит? Типа шутит он так. Я написала, ах, вот как. Ну, прости, как-то даже я и не подумала. Отклонила запрос свой и заблокировала его. Обида душила. Что, собственно, обидного было, я не понимаю, потому что он как бы как в очередной раз начал прикалываться. Считаю подобные шутки неуместными. Тем более он видел, что мне было неприятно говорить об этом. Через неделю я разблокировала его. Конечно, он молчал. Не пишет и не звонит. Не знаю, как понять эту ситуацию. Что вы можете посоветовать? Буду до вашего совета. Заранее спасибо. Я вам сразу могу посоветовать коротко. Перестаньте общаться. Что за бред вообще? Я вам немножко разложу, что с вами происходит о причинах, да? А потом дам, наверное, совет. Что с этим делать? Ну, я уже совет дала, что с этим делать. Никаких отношений не существует общения. У вас типичный немножко такой... Не хочу весить ярлыки и как меня обвинять в два диагноза. Но, блин, если это так и есть. Это немножко невротическая история. Мне не нравится. Я через боль. Все плохо. Я отвергаю. Но я за него держусь. Многое что не позволяю. Но мне важно. Уже карантин сколько прошел год. Вы в этой ерунде непонятно. Толком на свидание никуда не ходили. Но вы типа с ним не в отношениях, а, простите, мозги друг другу парите. И вы в себе в первую очередь. Он может просто развлекаться, скажем так. А вы что-то там себе придумываете. И вы не в отношениях. Но вам нравится заморочиться, попереживать, пострадать. Я же сразу останавливалась и делала комментарии. А зачем вы продолжаете общение, если он доставляет дискомфорт? Вы всегда в отношениях должны обращать внимание на то, как вам хорошо. А у вас боль, отвержение, сомнение. А вдруг он женат? А мне не нравятся его шутки. Я считаю, что они неуместны. Но тут же я его потом разблокировала. И мне до сих пор обидно. То есть вы создаете мир, которого не существует. Это все фантазии в вашей голове. Вам хочется заморачиваться, страдать, плакать. И это вас и тянет, как наркомана. Потому что мне все минусы-минусы, плохо-плохо. Я его в итоге заблокировала. Вот он, разрыв общения. Ну что, доза наркоманская не попадает? Нет вот этого нервика, надрыва, переживаний, нервозности. Это же манит и тянет. И это и нам интересно получается. Я его разблокировала. А теперь сижу обижаюсь. Ну что, блин, ты обижаешься, если тебе не нравится, как он себя ведет? Вот такой человек. Прими его таким. Сделай выводы и перестань общаться. И все это закончится. Но дело же в том, что не хочется, чтобы это заканчивалось. Это же такие эмоции, такие ощущения. Это так кайфово, да? Это же ощущение, что я играю в отношениях. А я же еще и не дотрогаю при этом. Много чего не позволяю. На свидание отказываю ходить. В дом отказываю. Все, с родственником знакомиться. Не поехала я в Турцию. В отпуск он приглашал и так далее. То есть я не иду на сближение. Не держу на вытянутой руке. Но мне эта игра интересна. Это игра. Игра только в вашей голове. Вот это надо понимать. С реальной жизнью никак не связано. Мужик может быть реально женат. Вот по факту, что я вижу. Он может быть реально женат, а может быть и нет. 31 год это не возраст. Думать, что почему он не женат. Сейчас и в России есть парни, которые, знаете, с образованием успешные. Не стремятся жениться. У них есть свои страхи, кстати, по поводу брака и так далее. Я таких... У меня есть такие друзья, которые там в 33 года не женаты. Или у меня есть друг, ему 34 года, он в разводе, у него есть ребенок. Он платит там алименты и так далее. Он сказал, я вообще жениться не собираюсь. Мне одного раза хватило, там пару лет вот этих. Все, до свидания. Я вышел из игры, мне это не нужно. То есть 31 год это не 45 лет. Я к чему. Это не критический возраст. Тем более вы живете в Европе. Это нормально. Ничего здесь такого нет. И в Турции 31 год. Жена тоже нормальный возраст, кстати. Для мужчины вообще окей. Потому что к 30 они только учебу заканчивают. Или там становление своей карьеры. И только в 30 лет они начинают думать о своей личной там жизни. Именно о свадьбе и так далее и тому подобное. Так что это не критическая цифра какая-то. Так вот. Может быть он женат, а может быть. Нет, нам это не узнаете. Зачем? Вот знаете, у меня часто приходят письма. В основном запрос. Вот история раскладывается все же в деталях на 5 листов. Как вы думаете, почему он так поступил? Как вы думаете? А с чем причина? Я всегда отвечаю, я не Ванга. Я не экстрасенс. И в мозге других людей в голову к ним я не залазью. Ни я, ни вы. Никто не знает, чем руководствовался этот человек. Я предсказаниями не занимаюсь. Если бы я была не честным человеком, обманывающим таким, да, я бы, конечно, не знаю, брала за вас деньги и предсказывала там час вокруг шара рукой вертела. И с точки зрения большой психологии притягивалась, что причина. Но это не истина в последней инстанции. Это не может быть правдой. Это мои предположения могут быть. Это же не говорит о том, что человек именно так поступил, по вот этим мотивам. Ну это бред вообще. Так чтобы узнать причину в человеке, надо конкретно ему задавать вопросы и у него спрашивать. А не у астрологов, психологов, знахарей и так далее. Это вся бредовая идея отдельная. Вообще бред. Никто вам не скажет, только как он. А вам страшно напрямую задавать вопросы по своим каким-то причинам. Так что узнать, женат он или нет, вы могли бы только, например, сходив с ним на свидание и с ним напрямую поговорив. Вы этого не делали. А теперь еще что-то на месте юлите. Вам неприятное общение. Но это типичное вообще невротическое поведение. Как прекратить и не страдать? И что это? У вас же даже запрос был, да? А почему так было? Что повлияло на его поведение? Что такое? Зачем разбираться в причинах его поведения? Разберитесь в причинах своего поведения. Я вам намекнула о причинах вашего поведения. И чтобы это прекратилось, вам надо перестать общаться с людьми, которые вам не доставляют удовольствия. Не перестать заморачиваться вот в эти игры, играть наркотическую зависимость свою, психологическую, чтобы вам доза не капала. Станьте уже нормальным, здоровым человеком. Тогда к вам придут в жизнь здоровые отношения. Просто вы за здоровых мужчин, не заморачивающих, не женатых или не, которые делают неприятные шутки какие-то, двусмысленные намеки. Вы же за них не зацепляетесь, они вам не интересны. Потому что они напрямую, как есть, говорят. Нет повода позаморачиваться. Вот и все. Так что, что это было? Мужик играл в игру. Развлекался. Скорее всего, он может быть женат. Скорее всего. Поэтому, что он не сильно, скажем так, на вас настаивал на встречах своих. Кто хочет, то встретиться в одном городе, находясь. И, скорее всего, он женат. Просто развлекается, играется. И, честно скажу, вы ему не очень были нужны и интересны. Потому что, если бы был к вам интерес даже у женатого мужика, он хотел, не знаю, намекал, как вы сказали, на интимные отношения. Он бы довел это до конца, нашел пути с вами встретиться и так далее. Он даже этого не сделал. Он просто играл, развлекался. А вы слишком огромную какую-то вселенную из-за этого в голове своей создали. Заморачиваетесь. Думаете. Ну, вам это хочется делать. У вас такой образ. Я уверена, что у вас предыдущие какие-то отношения в жизни тоже похожие были. Но вы всегда думаете больше, чем есть на самом деле. Вкладывайте другие смыслы в тем, что есть на самом деле. В общем, такая история. Вот. Чтобы этого не было, продолжаю. Еще раз повторю. Да, напоследок. Прекращайте общение с людьми, которые вам не нравятся. Соскакивайте с них. Прикрывайте эти связи. Вот и все. И все в вашей жизни постепенно станет нормальным. Скоро увидимся. Жду ваши комментарии на эту тему. Что вы посоветуете девушке. Может быть, вы себя в чем-то увидели в этом. В таких отношениях. В такой любви. С преградами. С преодолением. Я пишу всегда почту под видео. В инфобоксе. Пишите мне ваши анонимные истории для видео. Либо записывайтесь на психологические консультации. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.